Станки и деньги, фабрики и заводы, оставьте мне моих людей и скоро мы построим вариант еще лучше. Это были слова Генри Форда. Здравствуйте, с вами программа M-Factor и сегодня мы поговорим о роли кадров в развитии бизнеса. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня нашим гостем является основатель компании DaVinci Хилола Сулейманова. Хилола, добрый день. Добрый день. Добро пожаловать, Хилола. Давайте сегодня мы пообщаемся в нашей программе M-Factor, который является фактором успеха и краха в развитии бизнеса, в развитии личного роста, о роли кадров, в развитии даже потенциала страны. Какие сегодня важные критерии для того, чтобы достигать успеха в рамках страны, в рамках компании и в рамках личного роста? Давайте об этом сегодня пообщаемся. Основные критерии, скорее всего, это то, что нам нужны лидеры. Лидеры – это не те люди, которые занимают какую-то определенную большую должность. Лидеры – это те люди, которые умеют принимать решения, которые видят больше и дальше, и готовы нести ответственность за то, что приняли решение, и готовы реализовывать свое видение в жизни. И такие люди нужны на всех уровнях, начиная от школ, медицинских учреждений, заканчивая предприятиями и министерствами и выше. На ваш взгляд, сегодня нам не хватает лидеров, они в профиците или в дефиците? На мой взгляд, их не хватает, не хватает не только в нашей стране, а во всем мире. Согласно статистике, профессионалы, лидеры, которые умеют создавать и притворять в жизнь процессы, это только от 3 до 5%. В самых развитых странах это до 11-12%. А какой процент в Узбекистане статистики нет? Мы примерные расчеты делали, это менее 1%. Соответственно, идет большой дефицит специалистов на всех уровнях. И то, что мы должны развивать, это лидерский потенциал. Потому что в каждом человеке, когда рождается он, есть потенциал. Самое главное – его правильно развить и направить в правильном направлении. Для развития нации, для того, чтобы поднять нашу нацию на новый уровень. Кто ответственен? Родители, детский садик, школа, университеты, государство. Где тот самый важный, фундаментальный аспект? Я думаю, что все ответственны. Нельзя сказать, вот этот человек или тот человек, или государство. И вообще за то, чтобы каждый человек брал ответственность исключительно на себя. А в каком звене у нас хламает? Во всех. И какие рекомендации? Ну, во-первых, рекомендации – это долгосрочный, скорее всего, проект, над которым нужно работать. Но в первую очередь, вот есть несколько книг, которые описывают, почему одни нации более успешны, одни компании более успешны, а другие менее. Одна из таких книг, моя любимая книга, это книга «Smart Tribes» называется, автор Кристин Каммафорд. Она была коучем Билла Гейтса, Билла Клинтона и других CEO, компании, почти что, которые все входят в Fortune 500. Она сама миллионер, живет она в Штатах, да. И в этой книге она описывает, что делает компании и команды сильнее, чем других, да. Почему они вырываются вперед, а другие нет. Вот, и она говорит, что для того, чтобы команда вырвалась вперед, нужно, чтобы все были лидерами, и для этого нужно создавать определенные условия. Есть три показателя. Первый показатель – это безопасность. Это когда человек, который входит в какую-то общность, он чувствует себя в безопасности. То есть ему позволено сделать ошибку, ему позволено иметь свое мнение, видеть что-то по-своему, да. Ему позволено быть собой. Второе – это вовлеченность. То есть то, что у него, она так и описывает, вот есть костер, за этим костром сидят люди, да. И все знают, что у него есть место, что его не обидит никто, что он вовлечен в общий процесс. И третье – это значимость. То есть то, что человек уважает, у него есть права, эти права не будут нарушены, и его мнение имеет значение для всей общности. Когда вот это три есть в оккупности, человек находится в таком состоянии, что он видит больше, он находится в умном состоянии, как она пишет, поэтому называется умные племена. То есть это племена, которые объединяют умных людей. И она говорит, что изначально все люди умные. Просто если какой-то из элементов убрать, человек начинает зависать и неправильно думать. То есть он начинает, допустим… Деградирует. Он не начинает деградировать, он просто неправильно принимает решения. То есть когда, вот вспомните какую-то ситуацию, когда вы чего-то боялись. И когда мы начинаем бояться, мы находимся под стрессом. Либо мы чего-то сильно испугались, и мы думаем, нам нужно защищаться. В таком состоянии человек может делать только три действия. Это антропологически доказано. Либо он может убегать, либо он может воевать, то есть защищаться. Либо он просто будет замыкать, как бы замораживаться. Тормоз. Вот. Тормозить, да. В таком состоянии человек не может никаких принимать решений. Здесь о креативности никакой речи не может быть. Поэтому вот мне часто задают вопрос, почему в Узбекистане так мало креативных дизайнеров. Потому что мы просто-напросто детям не позволяем быть креативными. То есть если ребенку постоянно говорят, что яблоко, когда ты рисуешь, должно быть именно вот таким, а он рисует по-другому, ему ставят двойку, он не сможет развивать свою креативность. Потому что он видит по-своему. Ребенку нужно позволить быть собой и видеть все по-своему, и развивать креативность. А так он будет бояться думать, фантазировать. Потому что он будет знать, что мы двойку поставим. Вы упомянули вопрос о том, что в команде должны быть все лидерами. Это относительно, да, лидерство считается? Например, мы можем сейчас элементарно взять компанию коллекционных сотрудников в три с лишним тысяч, да? И если там будут все лидеры, как и их руководитель, это же не тот лидерство, о котором вы имеете в виду. Или элементы лидерства, или элементы инициативы подразумеваются в ваших словах? Это подразумевается именно то, что человек себя ощущает лидером. Вы, наверное, знаете книгу «Лидер без титула». Да, вовещаю. Все эту книгу знают, читали, но каждый воспринимает по-своему. То есть для того, чтобы быть лидером и на своем месте делать что-то лучше всех, необязательно иметь какую-то должность. У нас, к сожалению, все считают, что вот если я не директор, значит я не лидер, я не несу ответственности. Такой человек, к сожалению, не построит карьеру и не станет директором. Снимает с себя ответственность, то есть это. Вот. А почему это происходит? Потому что человек боится наказания. Может быть это та же ошибка руководства. Есть компании, есть команды, где руководство поощряет лидерство. Есть команды, где инициатива наказуема, наоборот, нарушают или наказывают о том, что если ты особо проявляешь инициативу. И, соответственно, люди, попадая в ту или иную атмосферу, или раскрываются, как лидерские качества, или наоборот, их просто подавляют. Этот фактор тоже имеет, да, значение? Конечно, имеет значение от руководителя, от основателя компании, то, какие ценности, какую миссию несет руководитель компании, он ее передает во всю компанию. И в зависимости от этого компания либо растет, либо стоит на место. Ко мне часто приходят компании, которые просят найти определенных профессионалов, да, скажем. Потому что мы занимаемся поиском и подбором топ-директоров. То есть мы работаем в основном только с профессионалами, опыт работы которых более 10 лет. Соответственно, наши клиенты это в основном либо учредители, либо гендиректора компании. Владельцы видят. Да, это вот тот бизнес-домен, в котором мы крутимся. И получается, очень часто приходят компании, там 5-6 лет возраст компании, вроде бы неплохо бизнес развивается, но руководитель говорит, люди от меня постоянно, не от меня, он говорит, люди постоянно увольняются, они работать не хотят. Венивые, там, плохие, нехорошие и так далее. И выгодят, мы не можем найти специалистов. И когда мы начинаем общаться, мы понимаем, что люди увольняются, потому что лично с ним не хотят работать, потому что лично он диктатор, который подавляет, но при этом требует. То есть он себя ответственность переносит на подчиненных, но потом говорит, почему так не получилось, как я хочу. То есть не дает им. Проблема в нем самому. Да, мы, конечно же, мы не психологи, мы не можем дать такой ответ, сказать, у вас проблемы. Мы просто, к сожалению, с этими компаниями не работаем, потому что мы понимаем, что каких бы профессионалов мы не нашли в эту компанию, эти профессионалы уволятся. Долго не задерживаются. Да, а мы хотим, чтобы наши кандидаты, которых мы, мы не ищем людей, которые ищут работу, мы ищем людей, которые готовы перейти на новый этап развития своей карьеры, в более серьезную компанию, либо они хотят создать что-то новое. Вот, и получается, когда мы общаемся с топ-менеджерами, мы понимаем, что мы их переманиваем с той работы, где они сейчас уже успешны. Если мы их сейчас переманим в компанию, в которой они карьеру дауншифт сделают, мы не можем такую на себя взять соответственность. А это хорошо переманить. На самом деле мы же не даем ложных обещаний. То есть люди на какой-то определенной должности достигли уже потолка. Они выросли, и они хотят дальше развить. То есть это им интересно? Это им интересно. А вот тому работодателю, который вроде у него работает, готовый кадр, им уже интересно? Это, естественно, для них плохо, но они должны понимать, что у них всегда есть выбор вести переговоры, и значит, они либо не выполнили какие-то свои обязательства, либо они не могут дать того, что человек... Либо для них сигнал, над чем нужно работать. Да, для них это сигнал, потому что очень часто наши кандидаты, которых мы пытаемся сманить, переманить, мотивировать их перейти на другую какую-то более высокую должность, есть такие люди, которые говорят, я лоялен своей компанией, я знаю, какую карьерную лестницу мне обещает моя компания, и мои перспективы, да, вот, и, соответственно, не уходит. Когда человек, у него совпадают ценности с компанией, когда видение, и он понимает, что в будущем у него будет в этой компании, он не уйдет никогда. А если же там какой-то дисбаланс идет, человек не видит себя в этой компании в будущем, он уже дорос всего своего потенциала, естественно, он захочет перейти в другую компанию. То есть ему уже скучно, его не тянет, и если есть хорошее предложение, он с удовольствием уйдет в другое место. Правильно? Мы с вами аккуратно перешли в хорошую тему, вопросы именно кадрового момента. Тем более, я так понял, на рынке труда очень много кадровых компаний, кадровых агенций, я не знаю, как они больше называются, HR-компании и так далее. Я так понял, ваша компания больше специализируется на топ-сегменте, да, то есть на самых дорогих кадрах, да, то есть или вы всеми разными вакансиями занимаетесь? Нет, мы всеми подряд вакансиями не занимаемся. Бывают такие вакансии, когда, допустим, у нас есть серьезный клиент, по протяжении четырех лет мы ему подбираем топ-менеджмент, и он обращается с поиском какой-то должности, которая не топ. Мы, естественно, не отказываем. Либо, если мы делаем консалтинг, полностью делаем реструктуризацию, естественно, мы сами будем своими силами подбирать персонал в эту компанию. Но основное у нас – это executive search, это поиск и подбор топ-менеджмента. Вот, на чем мы специалисты. Давайте вот, я почему этот вопрос задал, наша аудитория, ну, больше молодые люди, возможно, ну, я не знаю, 20-30 лет, особенно те, кто в разгаре сил, или, может быть, даже студенты, которые постепенно ищут вот хорошую карьеру, хорошую зарплату, да, и я так понимаю, те компании, вот вы находитесь в центре, с одной стороны, рынок работников, которые ищут хорошую зарплату, хорошую карьеру, с другой стороны, компании, которым вам заказывают найти хороших людей. То есть, будучи в центре, вы знаете, что эти хотят, и вы видите, с другой стороны, этих. Можете, вот давайте вот в этот ракурс мы аккуратно перейдем. Вот, для нашей аудитории, которая стоит с этой стороны, они хотят увидеть вот эту монету, эту сторону монеты. Можете рассказать, что вот рынок хочет из наших кадров, и на что наши кадры не готовы? Какие моменты вы бы с удовольствием поделились, какие советы вы бы дали? Значит, на данном этапе у нас в Узбекистане, к счастью, производство и все сферы развиваются очень-очень быстро. И рынок труда не успевает поставлять специалистов того уровня, который требуется бизнесу. А бизнесу требуются люди, которые, во-первых, умеют создавать бизнес-процессы, умеют видеть, что нужно. Во-вторых, умеют это притворять жизнь, реализовывать. И, в-третьих, умеют передавать эти знания другим. То есть, вот представьте себе, есть разные типы машин. То есть, есть, допустим, Хаммер, он внедорожник, он там ездит по любой дороге и так далее. А есть машины других классов, в том числе есть какие-то паркетные машины и так далее и тому подобное. Если смотреть по классификации машин, то мы не можем, например, взять Феррари, либо даже любую там Лассетти, какую-то машину, которая, седан, и пустить сейчас в пустыню, в которой бездорожье. Наш бизнес на данном этапе, он на этапе становления. Если вы можете представить себе строительную площадку, вот сейчас ничего еще нету, и мы строимся. И вот мы сейчас на эту строительную площадку в пустыню хотим запустить седаны, там, велосипеды и так далее. Это все застревает. Нам нужны внедорожники, то есть, нужны машины мощные, которые могут проложить дорогу. Нам нужны асфальтоукладчики. А что это имеется в виду, внедорожник в наших обычных языках? А какие внедорожники? Это компании, это люди или что? Это и компании, но за любыми компаниями стоят люди. То есть, это компании, в первую очередь, которые готовы в условиях неопределенности, в условиях отсутствия бизнес-процесса, в условиях отсутствия многих ресурсов, с нуля работать настолько быстро и хорошо, что они смогут построить что-то, что в результате получится. То есть, когда мы видим, например, пустыню, кто-то видит только пустыню, а кто-то смотрит на пустыню и говорит, что здесь через 10 лет будет город. Вот люди, которые видят. А потом люди, которые смогут построить этот город с нуля. Вот какие нам нужны люди. А как мы найдем этих людей или как мы их подготовим? У нас есть такие люди, к счастью, не в таком огромном количестве, как необходимо. Как подготовим? Это долгий процесс. Это нужно готовить, это нужно людей обучать. Кто будет обучать? Ну, в первую очередь, люди сами должны обучаться. То есть, бизнесу нужны люди и людям самим нужно понять, что это их ответственность стать таким специалистом либо профессионалом в своей сфере. То есть, каждый сам за себя ответственный? Конечно. В первую очередь. Это основополагающий закон, на самом деле, карьеры. Если мы не берем ответственность за свою карьеру, а говорим об этом, мама и папа виноваты, государство виноват, все кто угодно, но не я, никакого продвижения вперед не будет. То есть, увидеть себя, понять, что я за профессионал и какие у меня цели, это только ответственность самого человека. И вот заканчивая мысль, помимо того, что нам нужны профессионалы, которые умеют создавать бизнес-процессы, внедрять и обучать других людей, нам нужны люди, это вот молодые специалисты, которые могут, во-первых, просто следовать бизнес-процессам, во-вторых, обучаться быстро, и в-третьих, у которых есть желание. Потому что я очень часто встречаю людей, которые много знают, много умеют, но у них нет внутреннего желания, мотивации что-то делать. А откуда эта проблема, по вашему наблюдению? По моему наблюдению, потому что многие люди до сих пор у нас считают, что мотивация должна быть внешней. То есть, кто-то должен их мотивировать что-то сделать. Мотивация – это как мышцы, да, у человека есть, у каждого человека есть мотивация, он должен ее тренировать в себе. Это умение ставить цели, в первую очередь. То есть, когда у человека есть ясные, конкретные цели, и он понимает дорогу, как он достигнет, его никто со мной не будет мотивировать, он просто будет к этому идти. То есть, если мы научим детей, возвращаясь, как поменять, я считаю, что мы своих детей должны, в первую очередь, на уровне государства, научить ставить правильно цели, исходя из ценности определенной. То есть, это вопрос ценности, вопрос цели, вопрос миссии. Фундаментально, да? Да, это фундаментально. Давайте на вопрос другого теперь ракурса посмотрим. Вроде бы мы с вами сидим, такие умные, о чем-то красивые вещи говорим, а он скажет, на примере своем рассказе, что тебя мотивирует, чтобы я понял, что мной должно двигать. Вас что мотивирует, как предпринимателя или как руководителя компании, чтобы человек, услышав ваш кейс, должен сказать, а, вроде бы я это делал, оказывается, я не понимал, о чем говорил Ахилова. Что меня мотивирует? Меня в первую очередь мотивирует то, что я живу в этой стране, я хочу, чтобы мы жили в более лучших условиях, чем сейчас. Не только я лично. Я из достаточно такой простой, бедной семьи и думаю почти что как все в Узбекистане, потому что после развала Советского Союза, после независимости, все были примерно в одинаковом положении. Я абсолютно не стыжусь того, что я из бедной, интеллигентной семьи, вплоть до того, что у меня там в детстве чего-то не было и были только книги, которые можно было читать в свободное время. Это же круто. Да, мне повезло. И меня всегда мотивировало то, что я видела, как обстоят дела. И вот у меня была всегда в голове такая идея, что когда я вырасту, я что-то создам и скажу своим детям, вот было так, мы работали и работали, мы создали вот это, вот теперь вам хорошо, вы сделаете еще лучше. То есть моя цель, чтобы мы могли сами создать всю ту инфраструктуру, все то, что есть там за границей где-то, и мы смогли тоже достойно жить и нас бы уважали. Это очень важный момент. Мне очень печально, когда я еду за границей, я вижу, как наши соотечественники, им очень сложно там. Мне хотелось бы, чтобы эта ситуация поменялась. Я понимаю, что я не могу так волшебной палочкой взять и всем все поменять, все хорошо. Но я думаю, что мы можем это изменить. И, наверное, меня мотивирует моя ответственность, то, что я считаю, что если я этого не сделаю, то никто не сделает. И никто, в принципе, мне не обязан это делать. Или такие, как вы, должны, как блокчейн, поднимать, да? Скорее всего, да. То есть, потому что, если мы хотим жить лучше, в первую очередь, мы сами о себе должны позаботиться. Мы сами ответственны. Мы сами за все то, что у нас есть, ответственно. Никто. Ни папа, ни мама, ни муж. Только мы сами. Наша задача сделать так, чтобы последующее поколение детей, которые мы будем взращивать, начали понимать, что им никто ничего не должен, до тех пор, пока они сами что-то не сделали. То есть, мои права заканчиваются там, где права другого человека начинаются. То есть, у нас есть права, но у нас есть и обязанности. Вот это очень важный момент, который нужно воспитать. Вот по поводу детей. На какие грабли нажимают родители, у которых вырастают дети, иждивенцы, или дети, не лидеры? Что отличает родителей, у которых дети лидеры, от тех, у которых не воспитывают лидеров? Знаете, я не могу сказать за всех родителей, но я могу посмотреть, исходя из того, как к нам иногда на собеседование приходят некоторые, даже взрослые люди с мамой, например. Мне кажется, здесь такой момент, что родители не хотят детям дать свободу выбора, свободу принимать решения. Они за них решают, что они будут кушать, что они будут одевать, куда они будут ходить, и тотальный контроль. Это плохо? Это очень плохо. Нельзя диктовать, нужно... С какого возраста нельзя? Я думаю, что вообще в целом детей нужно воспитывать до 5 лет, дальше их нужно просто мотивировать, направлять. А так в целом надо с детства ребенку спрашивать, почему ты это хочешь? Для чего мы сейчас это будем делать? Для чего тебе еще одна машинка нужна там? Или почему ты хочешь сейчас помидор есть, а не огурец? А не так, что я решила, и ты будешь кушать огурец. Вот это очень такой важный момент, когда идет вот это... Если там ребенок что-то не то хочет поесть, нужно объяснять, а почему так, какие будут последствия. Это очень сложный процесс. У меня трое детей, я прекрасно понимаю, как это сложно. Очень часто хочется просто запретить, и все. Это самый простой способ. Самый легкий. Да, самый легкий. Но на самом деле это большое терпение, большая работа, и родители, которые, мне кажется, более успешны в воспитании, они умеют коммуницировать со своими детьми. И они в первую очередь детей любят, они видят в них инструмент реализации их амбиции. Вот чем у нас в Узбекистане почему-то очень часто родители этим страдают. Они сами там не стали оперной певицей, они хотят, чтобы дочь стала оперной певицей. Он не стал хирургом, он хочет, чтобы сын стал хирургом. То есть вот это... Но это же неправильно? Не то, что это неправильно. Когда человек для себя сам выбирает, правильно-неправильно, мы же не судьи. Нет, вот я хочу, чтобы ты стал доктором. А может, у него потенциал не в докторе, а там хороший архитектор он может стать. Да. Я знаю много людей, к сожалению, которые не имели возможности отстоять свою точку зрения и пойти именно в ту сферу, в которой хотели бы развиваться. Потому что родители сказали, нет, ты пойдешь учиться в нархоз, ты пойдешь учиться в дипломатии и так далее. К сожалению, эти люди в дальнейшем и в той сфере, куда родители их направили, успеха не добились. Или даже если кто-то добился успеха, там в 40 лет они сидят и думают, для чего я всю жизнь был финансовым директором, а теперь я несчастлив, я этим заниматься не буду и все, человек уже сломлен психологически. Уже поздно, да? Вот вы хорошую тему затронули, я несчастлив. Вот что дает такое ощущение, что они чувствуют, что они несчастливы? Почему люди ощущают, что они несчастливы? Они выбрали не тот путь, да, Полович, получается? Не совпадение ценностей в основном. То есть у людей есть определенные ценности, то есть это нравится, не нравится, да, вот ценности, интересы, и у него есть какая-то колея, которая там сверху судьбой дана или им выбрана, а тут ему говорят, нет, ты по этой дороге не поешь, ты поешь по другой, потому что я так решила, мама, мама говорит, папа говорит, дедушка, бабушка, еще кто-то. Потом учителя, потом руководитель, начальник. Потом друзья говорят, зачем тебе становиться врачом, сейчас моднее стать, более модно стать там еще кем-то, блогером. То есть, соответственно, вот это влияние, они мешают человеку быть собой, идти по той сфере, которая ему нравится, чем он горит изнутри. И потом, в конечном итоге, к 40 годам уже человек зрелый, и он начинает осознавать, что он всю свою жизнь для она делали не то, что им нравится, потому что они хотели не огорчать родителей, быть модным, как друзья. А жизнь заново начинать не все рискуют в 40 лет. Есть люди, которые говорят, нет, я начну все заново, потому что 40 лет, на самом деле, это еще согласно классификации ООН, до 45 лет мы еще все молодые люди. Мы возобновляем свои молодые. Поэтому очень важно понимать и делать выбор, в частности, карьеры. Представьте себе, вы на работе, вы в своей трудовой деятельности проводите больше времени, чем дома. Соответственно, нужно выбирать ту сферу, в которой вы будете себя чувствовать счастлива, в которой будет драйв. Это слово, конечно, оно не профессиональное, но оно существует. Драйв. Человек должен испытывать, потому что он делает удовольствие. И вот, когда есть у человека драйв, он становится супер профессионалом намного быстрее. Должны ли сейчас наши телезрители задать себе вопрос, если они не получают драйв, это сигнал для того, чтобы сменить работу? Задуматься. Вот, я в целом не люблю слово работа. Мы не должны работать, мы должны заниматься любимым делом. И мне все начинают, когда я это говорю, говорить, что я витаю в облаках, что жизнь, реальность, она совсем другая и так далее. На самом деле человеку очень важно в жизни создать себя в первую очередь. Иначе он не сможет принять себя, любить себя, любить окружающих и также воспитать последующее поколение правильно. И если он сейчас занимается неинтересным для себя делом человек, это не означает, что нужно все бросить в депрессию впасть и заново что-то делать, а нужно постепенно разработать план, как перейти в ту сферу, где будет человеку нравиться. Теперь вторая сторона. Я люблю заниматься дизайнерством. Вроде бы в начале, когда я пришел в вашу компанию, мне нравился. Ну, жизнь же не аквапарк, чтобы каждый день мне давали инсайт. Соответственно, ну, она пошла в рутину. Вроде претензий нету, как руководитель нормально, но вот этого большого драйва нету. Это какого уровня сигнал? Это сигнал, что нужно проанализировать то, чем я занимаюсь, совпадает ли мое видение моей жизни с видением, с целями компании. Очень важный момент. Вот, допустим, в моей компании у нас есть каждые полгода карьерные переговоры. некоторые сотрудники с каждым сотрудниками. с каждым. А компания большая у вас? Нет, у нас компания небольшая, но в крупных компаниях, я до этого работала в международной компании, там работает много человек, скажем, и даже в таких компаниях есть тоже такая система карьерных переговоров, у них форма может быть чуть-чуть другая, то есть это когда раз в год HR или еще какой-то коуч садится с специалистом с каждым и начинает обсуждать, какие у человека карьерные планы, с чем он доволен в компании, с чем он доволен в своей работе, понятно ли ему, что он делает, понятно ли, что делает компания, согласен ли он с тем, что компания делает и расписывается план, план обучения личностного развития, расписываются цели, вот человек может сказать, я через год планирую поступать на магистратуру, к примеру, то есть HR уже заранее будет понимать, что нужно что-то делать, этот человек хочет на магистратуру, если они хотят этого человека удержать в компании, они понимают ценность, они будут предлагать, давайте мы вам оплатим учебу, но вы вернете к нам, если они видят, что данные должности или еще что-то нет необходимости, они скажут, ну хорошо, мы с большим выходом пособием тебя отпустим и так далее, и запланируют замену, то есть таким образом и компания понимает, как планировать свой человеческий капитал на ближайший год, это важно, и человек понимает, что компания от него ожидает, и что ему нужно и можно делать, и в каком ракурсе развиваться, как проставить цели на полгода, на год, потому что у нас же часто в рутине мы забываем проставить свои цели, я в своей компании прошу каждого своего сотрудника каждые полгода расписать свои цели на полгода, на год, на долгосрочно, чтобы я понимала, кто когда планирует учиться, уезжать в отпуск или им понадобится большое количество денег, нужно будет какие-то проекты давать, чтобы больше заработали денег, то есть людям нужно давать то, что они ожидают, если это совпадает с целями, ценностями компании, это большая работа, потому что этим должен заниматься руководитель. Ну, вот, слушая вас, я вспомнил одно хорошее высказывание, которое мы часто с вами в тренингах встречаем, делай то, что любишь, люби то, что делаешь, и пусть за это еще деньги платят, правильно? То есть в идеале каждый из нас должен вот такую работу, такое предназначение найти. Да. Потому что многие ходят на работу, чтобы, ну-ка, концы с концами, или чтобы на зарплату. Или дома, чтобы не скучать. Или, да, вначале, чтобы дома скучно не было, а потом, чтобы детей кормить и дальше, и дальше. Правильно? Вообще, в целом, если так взять, о высоком, да? У меня есть мечта, чтобы был создан мир, в котором каждый занимается любимым делом. Потому что, когда человек занимается любимым делом, он счастлив, он добр, он целостен, и у него и помыслы позитивные, он весь конструктивный и так далее. К сожалению, на данном этапе я не знаю, как это создать. Это, наверное, утопия. Но я думаю, что если создать какую-то систему, когда детям с детства будет передаваться то, что ты ценен тем, какой ты есть. Ты можешь допустить какие-то ошибки определенные в жизни, не бойся, чтобы дети не боялись быть собой, чтобы детям научить ставить правильные жизненные цели, правильно научить принимать решения. Потому что, когда мы диктуем детям, что делать, у детей вот эта способность принимать решения забывается. Соответственно, он уже не принимает сам решение, и жизнь идет сама по себе, как идет, так идет. А если мы ребенка вот этому всему учим, передаем ему возможность, то тогда он уже будет другой. И я надеюсь, что в конечном итоге большее количество людей будет все же заниматься тем делом, которое ему по душе, и тогда они будут большего достигать в целом по жизни. Еще один вопрос. Вчера в Фейсбуке, наблюдая за вашими постами, я увидел один пост про наших девушек. Там вопрос был касаемо то, что вот парни-то в своей жизни что-то находят, а девочки, это вот конечная цель, это выйти замуж, и все, да? Я насчет парней там ничего не писала, и я не согласна с этим. Это мои выгоды были, но там было связано, что вот у них конечная, самая идеальная точка, это вот выйти замуж, и все. Отношение сейчас меняется? Меняет. В условиях Ташкента, в условиях Узбекистана? Конечно, меняет. Вот ваши прогнозы, что мы как родители должны говорить? Или какие тренды у нас? Отношение меняется, если вы посмотрите на вузы, раньше большее количество студентов были мальчики. Сейчас с точностью, да, большее количество студентов это девушки. Процент какой? Я точно процентаж не могу сказать, могу на примере своего университета сказать. Когда я училась, у нас было там на курсе 12 девочек, да, из 80 человек, остальные все были мальчики. Сейчас уже, наверное, 60 на 40, да, девочек больше и больше становится. То есть родители начинают понимать, что ценность образования растет. Это такой социальный вопрос. Почему я этот паблик написала? Потому что, во-первых, нам нужно в детях воспитать толерантность к тому, что все разные, и не обязательно все хотят выйти замуж, и не обязательно все хотят делать карьеру. это не должно быть кипиаем. Если ты не сделал какую-то карьеру, все это неудачник. Если ты не вышла замуж, ты неудачник. Это неправильные ярлыки, которые мы вешаем на людей. Каждый человек выбирает свой путь. и подходить к другому человеку и говорить, как вот это реальная история из жизни на самом деле. И говорить, какая ты несчастная, я тебе сочувствую, ты еще раз замуж не вышел. Причем она не знает, может быть, она на самом деле счастлива, у нее жених есть и так далее. Нет, вот я в фейсбуке не видела, что ты запустила фотографию со свадьбы, там, с рождения ребенка. Поэтому очень такой момент. Халалахан, вот мы сегодня с вами живем в время перемен. Наша страна ставит перед собой очень амбициозные цели. Она готова открываться, ну, или перепродзория, можем назвать, время перезагрузки. Новая задача. Заново рассматривает Узбекистан как перспективный рынок мировые компании. Какие тренды намечаются в ближайшие пару лет, какие мировые компании могут зайти и куда мы, родители, должны делать ставку, чтобы наши дети были готовы? Какие там сферы кадров будут более востребованы? Начнем с детей, да? В детях нужно развивать soft skills. Soft skills это навыки коммуницирования, навыки лидерства, навыки умения ведения переговоров, тайм-менеджмента, адаптации в социуме, критическое мышление, реакция на то, что происходит. А hard skills это то, что быстро так меняется во всем мире, да? И, к сожалению, в Узбекистане очень мало вузов, которые преподают на хорошем уровне hard skills. Наши учебники, к сожалению, не всегда соответствуют тем требованиям, которые уже есть во всем мире. Можете обычным языком объяснить, что такое soft skills? Ну, вы объяснили, что такое soft skills, что такое hard skills? Вот это же все это ангелиспетитер. это прикладные навыки, мягкие навыки, которыми обладает человек для того, чтобы существовать в обществе. Кто, где это обучается? Это дома, в школе, в УЗе? Это обучается на всех уровнях, но за границей, насколько я вижу, это обучается начиная с школы. То есть там в школах уже с детства учат, креативности, тайм-менеджменту, самоуправлению, обучают, как принимать решения, как делать презентации, как делать переговоры, причем это все в игровом формате. В наших школах обучают? Насколько я вижу, нет. В частных, да? Я не могу сказать, я не изучала данный вопрос, но насколько я вижу по своему ребенку, не всегда. То есть был такой период, мы с семьей жили за границей, и у нас ребенок ходил в международную школу. То есть мы там видели, как там процесс обучения поставлен. Они не зациклены на зазубривании данных, они больше обращают внимание на развитие креативности, на развитие навыков презентации. То есть ребенок, который... Это важнее, да, новостей? Да. Ребенок, которому 6 лет, он уже знает, что один день, один раз в неделю он должен подготовить презентацию, выйти и рассказать что-то перед классом. Он должен прочитать книгу, сделать выводы и тоже рассказать это. То есть уже аналитические навыки, это все развивается. А hard skills? Hard skills это точные навыки, которые непосредственно к профессии относятся. Допустим, если это инженер по... Drilling Engineer, да, инженер, который нефть добывает, да, это вот конкретное знание, как это делать на практике, технические. Либо писать программу, там... Писать программу, это тоже hard skills непосредственно. Либо это, допустим, если в финансах конкретные навыки использования какой-то международной отчетности. Это уже hard skills, то, что ближе к этому. И этому можно обучиться быстрее, на самом деле, чем и все-таки какие профессии будут востребованы и какие мировые компании планируют? В Узбекистан, да. Я вижу, что в ближайшее время в Узбекистан будет заходить огромное количество компаний в сфере энергии, энергетики, будут заходить компаний, которые связаны с строительством, потому что все у нас строится, и мы местными силами строительной компании, скорее всего, нам будет очень сложно все это построить. Соответственно, будут заходить компании, которые производят дорогостоящие оборудование, потому что у нас нет ноу-хау, нам придется покупать это оборудование с границей. Я вижу, что идет бурное развитие в сфере сельского хозяйства. Я думаю, что в ближайшее время будет огромное количество теплиц построено в стране. То есть сельское хозяйство будет развиваться, и в этой сфере у нас недостаточно специалистов, начиная от технологов, заканчивая агрономами и так далее. Где есть у нас профицит кадров, которые скоро не нужно будет? Какие кадры надо будет перепрофилировать или отсюда перекинуть в другую? Знаете, я не вижу такого. У нас нет ни в одной сфере профицита. У нас везде дефицит к системе. Давайте тогда по-другому вопрос поставим. Вот сегодня 2018 год, 2020 или пусть быть 2023 или 2025 год. На какие направления мы должны своих детей, племянников, наших телезрителей подсказать? Готовься вот сюда, и там ты больше будешь зарабатывать, чем просто тратить время свое драгоценное на это направление. Какие направления вы, как руководитель HR-компании, порекомендовали готовиться своим близким? В первую очередь они должны заниматься тем, что им нравится. к чему есть предрасположенность, способность и желание. Но основные тренды, где будет огромное количество людей нужны, это инженерные специальности, это все, что связано с технологиями, это все, что связано с строительством, все, что связано с креативными направлениями, то есть это дизайн, архитектура. нам в огромном количестве нужны HR-профессионалы, нам в огромном количестве нужны аналитики, финансовые аналитики. У нас огромное количество финансистов есть в Узбекистане, но сильных финаналитиков очень мало. У нас огромная потребность в маркетологах, дизайнерах. дизайнеров, ну это все, что связано с креативностью, но одна из самых дефицитных у нас профессий это маркетинг. Разве? Да. По-моему, каждый второй сейчас на это слово почитает. Ну, то, что они считают себя маркетологами, это не означает, что они бизнесу могут давать реальные результаты, потому что сейчас, как мой супруг любит говорить, к власти пришли технократы, и у нас управление идет более прагматичное, рациональное, то есть теперь уже не будет такого, что я открыл завод и поставил начальником производства своего племянника. Такое уже не будет. Будет смотреть, он подходит или не подходит, он может это делать или нет. Соответственно, маркетологами, технорями, кем угодно мы можем себя считать, но являемся ли мы на самом деле, это большой вопрос. Это рынок оценит. Есть рубрика в нашем передаче в проекте «Незаданный вопрос». я пришла к вам с этой болью, а вы даже не задали мне вот этот вопрос, который я должен был озвучить, или крик души. Какой на сегодняшний день крик души у Холода Сулейманова? В принципе, вы все вопросы задали. Спасибо большое, что пригласили. Наверное, это вопрос с креативностью. Если вы в фейсбуке следите, я очень много про это пишу. У нас серьезная проблема в стороне с креативностью. Очень много плагиата. И нужно понимать, что делать постоянно реплики каких-то проектов, копировать в одном домине, крутиться. На самом деле, это всегда так было, будет, но хотелось бы, чтобы на рынке было больше креативных людей, которые думали... Спирь за ними. Конечно, да. И как... Я не могу развить креативность за всех, но хотелось бы, чтобы каждый специалист в своей сфере начал задумываться о том, чтобы он мог создать новое, а не повторчее. Чтобы он мог сделать по-другому, ввести какую-то инновацию. И не для того, чтобы самоутвердиться, а для того, чтобы самовыразиться. То есть, вот эта грань между самоутверждением и самовыражением у нас стерлась. У нас большинство людей заняты тем, что они хотят самоутвердиться. Хасана Кахилова, вот у нас в последнее время очень много общественных разных дел. Многие люди, вот после того, как бизнес развивается, я вот вижу в многих местах социальные вопросы небезразличные. Я так же знаю, что у вас приглашили в Министерство народного образования именно в общественный состав, и где вы небезразлично относите свою позицию, вот выдвигаете. Можете поделиться именно своим видением, вот с ракурса общественного совета в Министерстве народного образования, что бы вы вот в идеале видели бы или порекомендовали. Давайте вот чуть-чуть мы с вами этот вопрос уже поднимем. Вы имеете в виду в системе образования? Вот, да. Если мы будем про это говорить, мы до вечера здесь будем сидеть. Но очень коротко я скажу мое видение, да, то, о чем я мечтаю и я так вижу, что многие хотят то же самое. Это создать школу, в которую дети хотят ходить, в которую дети хотят учиться, куда не нужно, чтобы родители утром уговаривали посеять, а куда дети стремятся, им там интересно, им там полезно, и придя оттуда, дети могли бы даже родители чему-то научить. И школу, в которой идет коммуникация с детьми, а не навязывание им сверху каких-то стандартов, чтобы не было какой-то уравниловки, позволить детям быть креативными, позволить детям быть собой, иметь право выбора. Вот, школу, в которой безопасно, там нету таких ситуаций, когда ребенка кто-то обижает, даже другие дети, да, нет, буллинг вот такой, как есть понятие, да, чтобы такого не было. То есть, школа безопасная, интересная, полезная, в которой мы сможем воспитывать, взращивать целостных личностей. Я против той концепции, что школа должна создавать рабочую силу для кого-то и так далее. Мы должны в первую очередь обеспечить счастливое, любимое детство. Вот. Тогда вырастут полноценные целостные личности, которые смогут добиться огромных успехов. А что нужно для этого сделать? Как ее нужно это сделать? Над этим мы будем работать. Я надеюсь, Хосанаке, Хосанаке, вы поможете обязательно. Я, к сожалению, вот прям за две минуты это сказать. Это тема очень большая. Это большая тема. Это тема для следующей передачи. Надеюсь, мы с вами об этом тоже пообщаемся. И на последний. Самая любимая книга, которую вы порекомендовали молодежи, которая поменяет у них парадайм-шифт. Есть такой автор, Саймон Сенек. Я знаю, что молодежь читать не любит, но хотя бы посмотрите в YouTube его TED Talks выступления. Книга называется Start with Why. Начни с почему. Start with Why? Да. Что это дает? Это книга про то, что почему мы что-то делаем. Почему это так важно. И вот это отправная точка для любого человека, который планирует свою карьеру, планирует свою жизнь, интегрированную. И чтобы не просто работать и зарабатывать энное количество денег, а чтобы сделать любимое дело и зарабатывать много денег. Вот эта книга поможет. Смысл жизни, да, чтобы люди нашли. Лолохан, спасибо за то, что вы приняли наше приглашение и сегодня поделились очень важными своими мнениями. У нас есть традиция, мы имеем книгу отзывов по желанию. Я думаю, среди списка гостей ваши пожелания, рекомендации, отзывы будут очень ценные для нас. И, конечно, с вами был Игорь Негода, вам спасибо что выделили сегодня время пришли на самом деле мы с вами часами можем разговаривать тема очень большая тема в а именно кадров тема заработка и так далее я думаю это с вами первая но не последняя наша встреча поэтому у нас есть сегодня в знак благодарности небольшой президент для вас это лично от передачи им фактор вам первый сет первый сезон наших всех выступлений я думаю во втором сезоне будет обязательной вашей вероятности тут и аудио и видеоформат наших передач и печатная версия также у нас есть комплимент с логотипом бренда им фактор быть напоминать вам о том что вы были у нас в гостях спасибо большое я думаю вам тоже есть что сказать нашим телезрителям свои выводы свои рекомендации возможно какие-то будем рады есть обязательно спасибо большое что пригласили очень интересный проект полезный проект я надеюсь что каждый эксперт который сюда приходил рассказал что-то очень важное и хотелось бы чтобы таких проектов было больше хотелось бы чтобы больше экспертов посещали такую передачу спасибо большое что что это дает это дает расширение кругозора и вера в то что другие тоже смогут потому что очень часто даже наши близкие люди говорят нам что у нас не получится вот и когда они молодые люди слышат что такие же простые люди смогли просто они рассказ про свой путь про то что они делали у молодых людей был появляется вера мотивация в то что они что-то же получится большего книги брайана трейси отдельно указано о том что каждый успех оставляет след сегодня мы с вами увидели историю халала сулаймановой и надеемся на следующих передачах мы тоже будем раскрывать для себя новых героев и до следующих встреч спасибо что были с нами спасибо спасибо большое субтитры создавал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok меня пакет моя поднялся муфа картина пакет муфа карта Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok